В Уральске чествовали социальных работников, оказывающих поддержку одиноким пенсионерам и людям с особыми потребностями. Только в этом году такую помощь получили порядка 5000 человек. В профессиональный праздник прошли не только торжественные собрания, но и различные мастер-классы, конференции. Большинство социальных работников в регионе женщины. Работа у них непростая, направленная на заботу о тех, кто столкнулся с серьезными сложностями. Опекаемым они оказывают медицинские и бытовые услуги. Иногда приходится быть и учителем, и психологом. Сегодня в социальной сфере области работает около 3000 человек. С профессиональным праздником специалистов отрасли поздравил заместитель Акима области Бакаджан Нарымбетов. Ваш труд нельзя назвать легким, ведь вы работаете с теми, кому требуется большое внимание. Это работа каждодневная, а порой приходится быть на службе круглые сутки. Ваш труд заслуживает большого уважения и благодарности. Я желаю всем вам удачи, терпения и крепкого здоровья. В этом году по области 5462 гражданам были оказаны специальные социальные услуги. Кроме того, различную помощь получили свыше 23 тысяч семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Труд социальных работников для этой категории жизненно необходим. Многие из них были отмечены наградами в профессиональный праздник. В их числе ветеран сферы, посвятившая более 40 лет жизни этой сложной и требующей больших душевных чувств работе. Среди тех, кто нуждается в помощи, люди разных возрастов. Это труд, требующий большого уважения к человеку. Это не просто принести лекарства или помочь по дому. В первую очередь мы должны выслушать, разделить душевные переживания. Все социальные работники не афишируют своего труда, не рассказывают о судьбах своих подопечных. Они просто с достоинством выполняют эту работу. С обязанностями социального работника может справиться не каждый. Это возможно только при полной самоотдаче. Есть те, кто уходит, но есть и те, кто посвящает всю жизнь заботе об одиноких пенсионерах, о людях с ограниченными возможностями. Социальная сфера очень трудоемкая сфера, очень требует милосердия, доброты. В пользу случаем хочу сегодня поздравить своих коллег с праздником, с Днем работников социальной сферы. Пожелайте всем здоровья, успеха в работе и процветания. Сегодня общество сильно изменилось в своем отношении к людям с особыми потребностями. Одним из важных шагов стало введение инклюзивного образования. В 13-й школе для таких детей созданы все условия. У нас в школе обучается вообще около 900 детей. Из них 202 ребенка – это дети, которые обучаются в классах КРО с коррекционно-развивающим обучением. Это специальные классы. Помимо этого в нашей школе обучается 61 ребенок инклюзивно, которые сидят в общеобразовательных классах. Итого у нас где-то в отделах 263 детей обучаются именно такие дети с особыми образовательными потребностями. Большую работу проводит общественное объединение организаций. Так, Центр Батерек занимается реабилитацией детей, имеющих сложные неврологические диагнозы. Эта работа должна проводиться на постоянной основе. Только так можно добиться качественной динамики. Специалисты Центра самостоятельно разрабатывают пособия, различные развивающие карточки. И тем самым доказали, что методика рабочая. Если в области аутизма, то у нас очень хорошая прогрессия, результаты хорошие. К нам обращаются много родителей. За 4 года мы отработали более 650 детей. Через наш Центр прошли. В Батереке постоянно до 18 лет дети ходят, это 80 детей. Они постоянно, то есть с полдня носятся, на 4 часа. И также мы берем детей аутистов. На торжественной встрече в День социального работника были названы имена коллективов, а также их сотрудников, которые вносят огромный вклад в поддержку взрослых и детей с особыми потребностями. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.